Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашему девизу, новому девизу, зауживых, оплакивая мёртвых, разбивая молнии, мы сегодня по вашим многочисленным просьбам будем рассказывать про препарат Адаптол. Надо вам сказать, что у нас есть ролик про Адаптол, но почему-то никто не хочет его смотреть, потому что, видимо, уже прошло много времени. Что ж, мы вернёмся опять к Адаптолу, но, конечно, уже на новом уровне, и расскажем об этом препарате более подробно. Итак, вы знаете, что мы недавно выделили три принципа выбора препарата. Вот на основе этих трёх принципов выбора препарата мы и будем рассматривать препарат Адаптол. Ну, что такое вот эти самые принципы выбора? Ну, например, есть такой препарат Амитрептилин, все знают. Так вот, механизм действия этого препарата такой, что он позволяет его использовать при липовых депрессиях. Вот обязательно соответствие между механизмом действия препарата и расстройством, как оно формируется, на что действует этот препарат. Ну, вот обратите внимание, здесь у нас дракончик с тремя головами, СН и Д, падение активных серотонинов, норадреналиновых, дофаминовых нейронов, и препарат под названием Амитрептилин, который является СНД препаратом, Д маленькое, СН большое, который позволяет использовать этот препарат при лечении самых разных депрессий. То есть, здесь соответствие есть. Механизм действия этого препарата соответствует данным доказательной медицины и его эффективностью. То есть, доказательная медицина говорит, что этот препарат является эффективным при лечении депрессии, во всяком случае, при сравнении этого препарата с плацебо. И таких данных достаточно много. Ну и, наконец, третий важный принцип, важное соответствие. Механизм действия Амитрептилина часто используется в медицинской практике. То есть, очень три важных принципа. Механизм может быть востребован при лечении данного конкретного расстройства. Это должно подтверждаться данными доказательной медицины, и это должно подтверждаться данными практики. Теперь давайте вот с этой точки, с этой точки зрения, с этой позиции рассмотрим препарат, который называется Адаптол. Ну или Мебикар. Обратите, пожалуйста, внимание, Адаптол это брендовое название. Мебикар оказывает действие на все четыре основные нейромедиаторные системы. Итак, на все четыре основные. Ну, я не знаю, почему они считают, что именно эти основные, но это не важно. Итак, гамк нейроны, ацетилхолиновые нейроны, холина тут написана, ацетилхолиновые, серотониновые и адренергические нейроны. Способство их сбалансированности и интеграции. То есть, препарат способствует интеграции четырех систем нейронов. Гамк энергический, ацетилхолиновый, серотониновый, хенорадреналин. А что, собственно говоря, такое интеграция? И вообще-то, собственно говоря, при каких заболеваниях, психических расстройствах нарушается интеграция? Мне, например, неизвестно ни одно психическое расстройство, при которых происходит дезинтеграция нейрональных систем. Ну, разве только при далеко зашедших атрофических процессах, при болезни, скажем, Альцгеймера, когда погибло уже там порядка, я не знаю, там огромное количество, порядка 90% нейронов, там, конечно, нейрональные системы разобщаются. Или, я не знаю, массивное какое-то поражение сосудистое головного мозга, там тоже иногда нейрональные системы разобщаются. Но, вообще-то говоря, дезинтеграция нейрональных систем просто не происходит в принципе. Более того, вообще-то, даже при любом психическом расстройстве нейроны не теряют интеграции. Просто эта интеграция становится патологической. Ну, например, мы вам часто рассказывали про тревожное расстройство. Что из себя представляет любое тревожное расстройство? Серотониновые гаммкаргические нейроны, которые осуществляют у нас торможение, их активность снижается и, наоборот, поднимают головы самые разные нейроны, которые у нас и вызывают заметную для глаз симптоматику. Это норадреналиновые, гистаминовые, цилхолиновые, дофаминовые, глутамарные. При этом не теряется абсолютная интеграция. Как это происходит? В норме нейроны, которые тормозят, блокируют тревогу, и нейроны, которые реализуют, они находятся в некотором равновесии. Так вот, при стрессе и тревоге это равновесие нарушается. Серотониновые гаммкаргические нейроны, которые признаны тормозить тревогу, они ослабляются их влияние, а наоборот активизируются нейроны, которые тревогу реализуют. Вот эти вот драконии головы. Но обратите внимание, нет никакой дезинтеграции. То есть, есть снижение активности одних нейронов и содружественное же увеличение активности других нейронов. Ну и дальше. Значит, если нам неизвестно, при каких заболеваниях нейроны дезинтегрируются, то неизвестно, как он их интегрирует. Вот каким образом этот препарат может интегрировать эти самые системы нейронов. Ну, как нам проверить? Это очень важно. Ну, например, любой препарат можно ввести, например, той же самой крысе, и потом проверить, что произошло с активностью нейронов в том или ином месте головного мозга. Можно проверить, изменилась ли концентрация каких-то нейромедиаторов, или концентрация веществ, которые связаны с обменом этих нейромедиаторов. Но как нам здесь проверять интеграцию, каков показатель этой самой интеграции, мы не знаем, как это всё проверять. Таким образом, вот этого первого соответствия между механизмом действия препарата и патогенезом психического расстройства, то есть, что, собственно говоря, должно в основе лежать на значении препарата, вот здесь этого нет. Мы не знаем, как механизм действия адаптола позволяет его использовать при психических расстройствах, и при каких психических расстройствах. Потому что, ещё раз говорю, таких психических расстройствах, где нарушается интеграция, за исключением далеко зашедших стадий атрофии головного мозга, в общем-то, нет. Известно следующее. Доказательная медицина. Всего 5 рандомизированных контролируемых исследований. Вы можете убедиться это при помощи ПАБМЕДА. Обратите внимание, всего 5, при которых использовался этот препарат. Ведь этот препарат на самом деле является вроде как анксиолитиком, транквилизатором, который показан при лечении тревожных расстройств. Так вот, самое интересное, что из этих 5 работ далеко не все связаны с тревогой. По-моему, всего 2 или 3 работы связаны с тревогой. То есть, соответственно, мы не можем сказать, что механизм действия адаптола подкрепляется данными доказательной медицины о его эффективности. То есть, опять же, вот этого второго соответствия нет. Неизвестный механизм действия, неизвестна его эффективность, нет данных доказательной медицины. Ну и, наконец, последнее. А как используется этот препарат на практике? Обратите, пожалуйста, внимание, вообще, если посмотреть, скажем, ввести слово мебикарф, пабмет, это база данных национальной библиотеки, медицинской библиотеки в Соединенных Штатах, всего 70 публикаций, из них 68 на русском языке. Я, честно говоря, не смотрел 2 публикации, на каком языке, неважно. Это означает, что это практически русский препарат. Хотя, на самом деле, он известен не только в России, но и, скажем, в Латвии. Ну, в общем, это в основном русский препарат. Ну и, конечно, когда говорится о русском препарате, который, вообще-то говоря, неизвестен, малоизвестен за рубежом, ну, пожалуйста, люди часто говорят, не предлагайте мне такой препарат. Ну, на самом деле, надо быть выше этого и надо просто посмотреть, ну, а почему, собственно говоря, вот возникает такое ареноме, что препараты, которые используются только в нашей стране, они, ну, скажем, не такие уж, это самые полезные, не такие уж эффективные. Ну, достаточно посмотреть отзывы. Вот здесь есть ссылочка, где эти отзывы смотреть. Ну, например, один врач пишет. Отличное средство, очень хорошо глушит эмоциональный фон при абсолютно светлой граве. Вот вообще непонятно, вот как можно писать врачу такие отзывы. Зачем нужно глушить эмоциональный фон? Почему нужно глушить эмоциональный фон при абсолютно светлой голове? Зачем вообще это нужно? Другой врач пишет, это вот, если тот врач, это всё-таки специалист по ультразвуковому исследованию, то этот врач-психиатр пишет, эффект скорее есть, чем нет. То есть, он продирает больной скорее жив, чем мёртв. Ужасная органолептика, такую горечь необходимо помещать в оболочку. Вот по этим отзывам можно, собственно говоря, понять, как использовать этот самый адаптол? Нет, конечно. Понять ничего нельзя. Поэтому на самом деле механизм действия адаптола не находит широкого применения в медицинской практике. Я думаю, что он не находит, у меня нет, конечно, данных статистики. Я не иду, я думаю, что он не находит широкого применения в медицинской практике даже нашей страны. Соответственно, никакого соответствия нет, ничего про этот препарат толком мы не знаем. Ну и мы очень надеемся, что вот этот наш ролик, когда описание лечения может помочь больше, чем само лечение, ну, во всяком случае, выведет вас на правильное решение, нужно ли использовать этот адаптол в клинической практике, нужно ли лечиться этим препаратом. Ну, как всегда, завершая наш ролик, мы просим, пишите комменты, ставьте нам лайки, становитесь нашими спонсорами в обязательном порядке, подписывайтесь на наш канал, хотите отблагодарить нас за этот ролик, ну, пожалуйста, можете перечислить там деньги, реквизиты счета, вы найдете в описании ролика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok